Жители Саратова самые острые социальные проблемы считают бедность. Таковы предварительные итоги опроса, которые в эти дни проходят на сайте наших коллег из информагентства «Взгляд.Инфо». В голосовании приняли участие почти 2000 человек. Из них примерно каждый четвертый респондент на первое место в рейтинге ставит бедность. В проблемную тройку также вошли коррупция и крайне низкие зарплаты. Далее в списке расположились некомпетентность власти, нехватка школ и детских садов, состояние общественного транспорта и развал ЖКХ. А что о саратовских проблемах думают люди на улицах города, это выясняла наша съемочная группа. Как вы считаете, что сегодня из этих проблем касается сегодня? Низкая зарплата, ЖКХ, ну и детских садов еще. У вас как с детским садом? Вынуждены дома сидеть, не работать. Муж работает у нас, он у меня работает в пензе. Хватает на жизнь? Ну, если честно, нет. Покушать тоже, как говорится, все хотят. И за коммуналку заплати, и за школу заплати. И одеть, и обуть, как говорится, нет, не хватает. Очень много у нас людей за порогом бедности. Не хватает средств на то, чтобы достойно жить, хотя бы питаться. У меня мама пенсионерка, и она говорит, вот еще бы хотя бы, ну хотя бы на 5 тысяч пенсию подняли, уже не говоря о каких-то больших суммах, было бы уже легче. А какая у нее, ну, в среднем какая, 10 тысяч? Бедность, это у нас установлена определенная черта, то есть, малоимущие и нищие. Соответственно, нищие, это черта России, около 25 миллионов человек. То есть, это и есть бедность. То есть, чем беднее человек, тем он ребенку, не может дать образование, у него нет денег на это. Зарплата 15-20. Это мало, конечно, в наше время. Как минимум, даже в Саратове, чтобы нормальный человек, тем более у него есть семья, заботы какие-то, да, что соответственно, в районе минимум 50 тысяч рублей. Если в Саратове, то это низкие зарплаты. В среднем от 15 до 30 тысяч максимум. На что хватает, на что не хватает? Если бы муж не работал, то вообще бы ни на что не хватало. Мы врачи, мы из медицинского, в пределах 10-15 тысяч сейчас в основном, у врачей зарплаты. Ну, и устроиться довольно-таки сложно. 15, это вообще никуда не годится. 20, кое-как. Более-менее 25-30. И то мало. Если ребенок в семье, это тоже мало получается. Людям не хватает, они микрозаймы берут. Нас трое, как бы, отец, мать, матери 20 тысяч, у отца 17. Я бы один не выжил, то есть я, если бы я пенсионер по общему заболеванию, не важно, я бы не выжил. У меня пенсия 11 тысяч. Пенсия уходит вся на еду, на ЖКХ, одеться толком не может. Вот я ношу эту куртку уже 25 лет, ухаживаю за ней. А так что, где ее возьмешь? Мне не нравится это слово «бедность». Это так унизительно слышать вообще в наше время. Вообще не хватает ни на что. Ну и нехватка школы, детских садов. Мы ждали, пока три года не исполнится дочери, потому что до трех лет сказали, даже близко не подходить. Я живу в сельской местности, у нас там садик небольшой. Лично моего внука не хватило места. Совершенно некомпетитный народ. Ну а из этого все остальное следует. Я органы смотрю, у них дел трудился. Вот, и сейчас смотрю на них. Они не служить пришли. Они зарабатывать пришли. А это две разные вещи, служить и зарабатывать. Это только в органах, как вы считаете? Ну почему, везде, везде, везде. У нас государственная служба, что-то разница не то. Они служить должны, народу. А у них что? В первую очередь идет набить карман. Основная масса покрытия. Я не говорю, что все. Ну процентов, наверное, 70 вот именно занимается набитием карманов. А так ведь нельзя. Люди совесть не имеют в власти, которые воруют, и все сходит с рук. Люди простые, очень тяжело живут. Система образования наша, как говорится, прогнила полностью. Это коррупция. Если ты хочешь адекватно отучиться и все успеть, то тебе нужно будет заплатить денежку. Вот и все. Так как считаете, на работу устроиться сегодня молодому человеку сложно, а нет? В Саратове, если честно, сложно. Я был в Питере, жил там три года. Там можно найти работу. В Москве, в Питере. Бедность, коррупция и низкая зарплата. Для работы найти можно? Сложно или лучше уехать? Не знаю, я лучше уеду. Я домой поеду, там, наверное, работаю будет. Или в Москву. Какая устроила бы? Ну, от семидесяти хотя бы. Что, ЖКХ? ЖКХ? Да, это вообще, это вот ужас один. Петлю на шее затягивают. Сколько платить? Ну, четыре тысячи отдаем. Сколько из бюджета? Это частный дом. Я в двухкомнатной жилу. И тебе сколько? Ну, где-то четыре тысячи. Мы уже эти квартиры выкупили, если практически рассидеть. А так, я не знаю, почему они постоянно прибавляют эту квартплату. Непонятно, на каком основании. Жизнь дерьмо в нашем Саратове. А что? Я страшенарод и внутренний войск МВД России. Спасибо. Представляете, я сейчас никому не нужен. Работаю в такси. Как-то вот ждешь, вроде как, перемен к лучшему. А лучше не наступает. Надеюсь, что нашим детям достанется более, так сказать, светлое будущее. Я могу одно сказать, что в этой стране я ничего не вижу. Как и большинство моих сверстников и тех, с кем я общаюсь. То есть, это люди от 20 до 35 примерно. Выход, уезжать из страны или что? Уезжать из страны. Будете пытаться уезжать или как? Ну да, скорее всего. Куда? Ну, меня больше интересуют города, в которых больше продвинута медицина. Это Архангельск, Москва, Питер. Думаю, что все будет хорошо, когда-никогда. Ну, может, не в этой жизни, но в другой точно. Мнение интернет-аудитории и мнение горожан на улицах совпали. Чаще всего саратовцы говорили о низких доходах и, как следствие, о бедственном финансовом положении. Между тем, с такой формулировкой категорически не согласен саратовский мэр Михаил Исаев. Гражданачальник считает мнение горожан субъективным. Я думаю, что, наверное, полную картину можно снять тогда, когда идет общий референдум или какие-то логические исследования каких-то профессиональных структур, кто этим занимается. Когда идут опросы на каких-то информагентствах и так далее, ну, очень сложно идентифицировать вообще, кто имеет возможность выйти там и выразить свою позицию. Горожане высказываются, там, критерии, там, 10 позиций, они, там, меняются, там, какие-то на острие сегодняшнего года, там, три года назад, может быть, эти позиции были на нижних строчках. Поэтому, я вам так скажу, знаете, как скептически отношусь, если моя позиция, я все-таки считаю, что это можно снять на основании каких-то профессиональных опросов, которые этим занимаются. Но это моя позиция.